Дырявые ботинки, кирпичи, валики для покраски, шины и канистры. На свалке в поселке Семчино можно увидеть всю палитру бытовых и строительных отходов. Хотя официально это земли сельхозназначения. Сейчас большая часть отходов скрывается под слоем снега, который прибавляется не по дням, а по часам. Привозят на протяжении двух недель, наверное, по шесть, по восемь раз точно за день привозят. Потом активизировалась работа ночью. То есть уже когда жаловаться начали, они поняли, что, возможно, мы и снимать, и фотографировать их не можем, поскольку темно, начали, активизировались ночью. Также строительный мусор, тоже с соседнего, где станция маршруток, начали вывозить тоже именно по ночам. Со дворов в основном это там, если вы увидите кучи, вот здесь и вот этого. Вот эту зону заполняли не с дворов, это ехали камазы откуда-то с той стороны. Но наблюдать было сложно, откуда, с конкретной, с какой точки. Соответственно, как только начали свозить, мы сразу сделали обращение. Администрация ответила, что это явно не их машины, потому что существует две точки вывоза. Одна, недалеко от нас, улица Промышленная, это временная зона. Убирать свалку не спешат. Муниципалитету на всей территории принадлежит лишь небольшой участок. Остальное в частных руках. Собственнику уже выписывали штрафы. Однако найти на него управу до сих пор не могут. Неразберихой пользуются соседи. По словам местных жителей, свой мусор сюда привозят из коттеджей, ресторанов и гостиниц. Этим летом МЧС прижал пять раз. Потому что огонь распространяется очень быстро, причем именно на эти здания, где как раз маршрутчики, которые выкидывают тоже мусор. Естественно, это все опасно. А то, что горит, это тоже. Я обращалась на портал НашДом-62. Минприрода ответила, что здесь четвертый класс уровень опасности от самих отходов. Они брали пробы. Министерство природопользования перенаправило обращение в управление Росприроднадзора по Рязанской области. Ответ поступит через месяц. Стоит отметить, что земля официально отведена под сельскохозяйственные работы. Однако, когда она последний раз использовалась, по назначению не помнят даже местные жители. Об этом напоминают лишь полуразрушенные коровники. Тоже сам факт зарастания земельных сельскохозяйственного назначения является уже административным правонарушением. Предусмотрен часть второй статьи 8 и 7 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. И санкции там достаточно жесткие. Награжено от 20 до 50 тысяч рублей. В Россельхознадзоре подчеркнули, что если собственник уже привлекался к ответственности и за три года ничего не изменилось, то можно инициировать процедуру изъятия в судебном порядке. Стоит отметить, что именно этот участок соединяет два крупных района. Недостоево, где расположены основные социальные объекты, и Семчино. Дети в основном добираются либо через поселок Семчино пешком, это большой-большой круг, через гостиницу и дальше по полю, также через овраги. Либо родители возят их на машине, но это большой-большой крюк, это телезавод, это комбайновый завод и дальше в Недостоево школу. То есть эта дорога 450 метров, единственная связующая и детский сад 135, и детский сад 151, и 70 школа. Сейчас здесь небольшая утоптанная тропинка, по которой сокращают путь прохожие. Ведь вместо 40 минут путь до дома можно преодолеть за 9. Единственную дорогу, грязевую, пешеходную, на ней в принципе на машине было невозможно ездить. И этот дом тоже самое прикрепили к поликлинике, опять-таки Недостоево. То есть все для людей. Мало того, что нет дорог, так еще завалили вот этим мусором. О строительстве нормальной дороги речь пока не идет. Жители Семчино обращались на прямую линию к губернатору. Но из-за принадлежности участка третьим лицам вопрос даже не будут рассматривать. Далина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».